Яков становится Израилем. Когда истекли четырнадцать лет, Яков сказал Лавану, «Теперь позволь мне взять мою семью и вернуться в Ханаан». Яков очень скучал по отцу и матери, и по родной земле. Но Лаван упросил Якова остаться еще. Так Яков пас скот Лавана еще шесть лет. В уплату за свою работу он получил от Лавана много овец и коз. За эти годы Лея родила Якову несколько сыновей и дочь. А у Рахели был только один сын — Йосеф. Он был младшим из одиннадцати братьев. И вот, когда Йосефу было семь лет, Яков посадил своих жен и детей на верблюдов, собрал весь свой скот, всех коз и овец, и тронулся в путь. Он возвращался в отцовский дом, в Ханаан. Когда они достигли Иордана, Яков послал вперед гонцов, чтобы выяснить, как встретит его Эйсав по прошествии стольких лет. Гонцы вернулись с вестью, что Эйсав идет ему навстречу, и с ним четыреста воинов. Когда Яков увидел, что приближается его брат, он с трепетом вышел ему навстречу и семь раз склонился перед ним. Яков удалось умилостивить брата, и Эйсав на время забыл о своем гневе. И Яков с семьей неторопливо продолжали свой путь в Ханаан. В Бейт-Эле, где Якову когда-то приснилась лестница, достигающая небес, они остановились, чтобы принести благодарность Богу. И снова Яков услышал голос Бога. «Твое имя отныне будет не Яков, а Исраэль, что означает «будет властвовать Бог». Ты станешь отцом великого народа. «Эту землю, которую Я дал Аврааму и Ицхаку, Я даю тебе и твоим потомкам в вечное владение». Яков и его семья двинулись дальше. Возле Бейт-Лехема у Рахели родился второй сын, Беньямин, и от родов она умерла. И вот, наконец, Яков пришел в Хеврон, в отцовский дом. За те годы, что Яков был вдали от дома, умерла Ривка. Но Ицхак был еще жив. Яков расположил свои шатры возле отцовских и заботился об отце в последние годы его жизни.